Всем долгого-долгого времени суток. Вас приветствует команда Ведопульс. И у нас с вами очередной прекрасный вебинар по рефлектотерапии под названием «Канал толстой кишки». И его нам прочитает наш прекрасный эксперт, наш разработчик экспертного расширения рефлектотерапии. Канал толстой кишки. Хорошего вам занятия! Канал толстой кишки. Сегодня мы также, как в первом вебинаре, посвященном каналу легких, освоим основные характеристики данной системы, проекционные зоны и функциональное применение данного канала, узнаем и разберем точки силы канала толстой кишки. И заключение будет практическая часть. И все мы сделаем методику прохождения канала толстой кишки. Канал толстой кишки является вторым по большому кругу циркуляции энергии. И по-китайски называется Шоу Ян Мин Дачан Дзин. Соответственно, кто знаком с иероглифами, кому они интересны, они представлены на данном слайде. Соответственно, разберем это название. Шоу обозначает то, что он ручной. И данный канал состоит из 20 точек, которые начинаются на руках. И далее с указательного пальца идут направления к голове и заканчиваются у крыла носа. Система обозначений Ян Мин указывает, что это в канале толстой кишки и в канале желудка минимальная янская энергия из трех янских уровень. Соответственно, название Дачан – это, собственно, китайское название толстая кишка. Ну и заключительный иероглиф Дзин показывает и указывает на то, что это определенное течение энергии в данной системе. Ну, на русский язык переводится одновременно как канал и как меридиан. Соответственно, напоминаю вам энергетические уровни категории Ян. Самый первый, который встречает внешние патогенные факторы – это уровень Тайян. О работе с уровнем Тайян мы говорили при лечении заболеваниях, вызванными простудными факторами в прошлом месяце. Следующий уровень у нас – Кшао-Ян. И текущий уровень – Ян-Мин. Именно к Ян-Мин принадлежит толстая кишка и желудок. Соответственно, в системе УСИН канал толстой кишки принадлежит к элементу металл и сопряжен с таким органом, как легкие. Соответственно, легкие, которые мы изучали месяц с вами назад – это инский орган. Толстая кишка – это, соответственно, Янский орган. В системе Айурведы канал толстой кишки и канал легких принадлежат к основным каналам ваты. Какие выполняет характеристики и что делает в нашем организме данная система? Само название органа указывает то направление, которому идет данная система. Но на самом деле функции значительно превосходят функции в анатомической классификации с позиции европейской медицины. И в первую очередь любая китайская система отвечает за изменения и взаимодействие с энергией Ци. И в первую очередь нам надо понимать, что происходит с энергией Ци при взаимодействии с данной системой. И канал толстой кишки отвечает за опускание энергии Ци. Соответственно, когда данная система не опускает энергию Ци, то происходит дисбаланс. И любые изменения со стороны здоровья, связанные с каналом толстой кишки, в первую очередь, зависят от опускания энергии Ци. В первую очередь данный канал влияет на пищеварительную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы и является уникальным с воздействием на болевой синдром. Можно сказать, что в традиционной китайской медицине приоритетным воздействием на боль являются два канала. Это канал толстой кишки и канал желчного пузыря. Давайте разберем все эти системы по очереди. Влияние на пищеварительную систему. Здесь нам надо выйти из узкого названия канала. И вспомнить, что канал связан определенными энергетическими взаимодействиями, в первую очередь, с каналом желудка. И, соответственно, если вы представляете анатомию, то прекрасно понимаете, что пищеварительная система начинается в области желудка, то есть непосредственно пищеварения, и заканчивается выведением отходов, которые образовались в результате пищеварения. И таким образом энергетическая ось Ян-Мин указывает именно на пищеварение. То есть все процессы переработки, усвоения и передачи питательных элементов, так скажем, конечную роль в этом играет именно наша система. И она позволяет продвигаться пищеварительным соком, пищеварительному комку и в более расширенном варианте пищеварительным ингредиентам, не только по пищеварительной системе, но и до областей переваривания и до каждой клеточки. В первую очередь точки канала толстой кишки мы используем, когда у нас страдают в первую очередь слизистые оболочки, как в пищеварительной, так в дыхательной, так и в сердечно-сосудистой системе. Если у нас есть поверхностное воспаление, то мы всегда можем использовать точки канала толстой кишки. И самой часто используемой точкой является четвертая точка Хэгу. Это одна из четырех самых используемых биологически активных точек в традиционной китайской медицине. Но какой бы хорошей не было точка, и как бы часто она не использовалась, не надо ее использовать в каждый сеанс всего курса лечения. Потому что есть экспериментальные данные, которые показывают, если использовать точку Хэгу, это четвертая точка канала толстой кишки, ежедневно и более семи раз, то получается уже не восстановление в первую очередь пищеварения и слизистых оболочек, а ухудшение работы данной функции. И при воздействии более десяти раз подряд были описаны случаи желудочного либо кишечного кровотечения. То есть сначала мы подпитываем энергией слизистую оболочку, а в дальнейшем при длительном использовании истощаем. И этот процесс идет даже вплоть до кровотечения. Так как толстая кишка по принципу инь-ян связана с легкими, то через эту связь и реализуется воздействие на дыхательную систему. Все токсины, которые вовремя не выводят наш кишечник, они в том числе воздействуют на дыхательную систему. И любая функция, если она не выполнена, с китайской точки зрения начинает компенсироваться в первую очередь спаренным органам. А спаренным органом по системе инь-ян являются именно легкие. И токсическая нагрузка идет в первую очередь на дыхательную систему. И было показано, что, соответственно, когда у человека наблюдается дисбактериоз, то есть изменение функции кишечника, то страдает дыхательная система. И у людей, имеющие склонность к бронхолегочной патологии, к простудным заболеваниям, в первую очередь усиливается обострение, либо частота обострений. И это все связано с выделительной функцией толстой кишки. Также точки канала толстой кишки влияют очень мощно на болевой синдром. Они увеличивают болевой порог. Люди с большим болевым порогом очень слабо чувствуют боль. У тех людей, у кого снижен болевой порог, они очень чувствительны к любому болевому воздействию. И лидером по обезболивающему действию является точка ХЭГУ, четвертая точка данной системы. Она в первую очередь влияет на уровень боли в верхней части туловища. В основном используют как обезболивающую при зубной боли, при боли в лор-органах и при болевых синдромах в районе конъюнктивы глаза. Также как вспомогательная, она обладает обезболивающим действием на любые процессы, происходящие на слизистых оболочках. В основном боль возникает за счет слизистых пищеварительной системы и дыхательной системы. Данная система открывается в область носа. То есть, если вы вспомните, как проходит наружный ход канала толстой кишки, то поймете, с чем это связано. То есть, последние две точки находятся как раз в районе крыла носа. И опять же, если вы вспоминаете взаимосвязь легкие толстая кишка, то понимаете, что легкие чисто физически открываются в нос. Зеркалом канала является кожа и ее придатки. То есть, кожа понятна, придатки – это волосистый покров в области тела и наши ногти. Соответственно, именно по зеркалу сложно дифференцировать, что больше страдает – легкие, либо толстая кишка. Потому что вот эти вот нижележащие функции, то есть, про зеркало, вкус, эмоции, психические проявления, они относятся не к одному каналу, а относятся к энергетической системе, связанной с элементом металла. И, соответственно, проявление идет как по ин-части, так и по ян-части. Янские проявления, то есть, те, которые кратковременны по своим проявлениям, ну, например, на коже выступают прыщики. И в течение одного, двух, трех дней они исчезают. Скорее всего, основная причина находится именно в ян-ситуации, то есть, в канале толстой кишки. Если изменения держатся более пяти дней, особенно, если более десяти дней, то, соответственно, надо воздействовать на точки, в первую очередь, канала легких. Также изменение наших ногтей, их блеска, различные точечки, неровности, на это все влияет выводящая функция толстой кишки. Вкус, с которым взаимодействует канал, это острый. Именно острые продукты влияют на время и на дыхательную систему, и на функцию выведения. Если анатомически нет изменений в толстой кишке, то есть, нет такого состояния, как долиха сигма, либо каких-то анатомических изменений, либо удлинений толстой кишки, то использование острых вкусов и острых продуктов позволяет улучшить наш стул. И кишечник начинает работать более активно. Эмоциональная составляющая – это грусть, тоска. Соответственно, любое наше депрессивное состояние, то состояние, которое связано с элементом металла, когда мы как бы концентрируемся на одном моменте. И, соответственно, эта концентрация заставляет сузить наше восприятие мира. Все эти состояния связаны с каналами легких и толстой кишки. И, соответственно, если мы воздействуем на точки, в которых есть эмоциональные воздействия, это в основном точки, связанные по элементам. В данном случае к эмоциональным точкам относятся точки категории ШУ-5, расположенные в области локтя. Соответственно, на данном канале эта одиннадцатая точка называется она Цюй-Чи. Она наиболее сильна при воздействии на эмоциональную составляющую. И также эта же точка Цюй-Чи влияет на психические проявления, такие как самокопание, педантизм, уход в себя. То есть люди, которые очень, так скажем, часто и, так скажем, с особым тщательностью относятся к своим физиологическим отправлениям, имеют тот ли иной акцент и дисбаланс в движении энергии по каналу толстой кишки. Понятно, что некоторые эти изменения, они носят конституциональный характер, некоторые носят, так скажем, вариант заболевания. Но в любом случае мы проверяем работу данной системы. Я напоминаю тем, кто не был на предыдущих вебинарах, посвященных нашей канальной работе, что основная проверка идет по точкам пяти элементам. И ведущими являются точки элемент в элементе и точка-щель, противоболевая точка. Если вы пропальпируете у себя эти точки, мы сегодня их с вами разберем, где они находятся. Я вам покажу это все, конечно, на слайдах. Вы нажимаете, надавливаете на эти точки. Если эти точки болезненные, неприятные и, соответственно, есть какая-то иррадиация ощущений с этих точек, это указывает на проблему, дисбаланс, застой энергии в данной системе. И чтобы устранить этот дисбаланс, мы делаем определенные манипуляции. О практической части мы поговорим в самом завершении. Мы делаем методику прохождения канала. И проходим достаточно один раз в день. Если точки очень болезненные, интенсивные, дают какие-то интенсивные проявления, то можно два раза в день делать эту методику прохождения канала. Также в течение месяца есть определенные дни, когда точки канала толстой кишки наиболее активны. И эти дни вы узнаете в завершении нашего вебинара. И сейчас мы с вами коснемся самых основных точек, самых важных на канале толстой кишки. И помним, то есть в ведомарафоне мы говорили о точках силы. Чем они отличаются от обыкновенных? Физически они ничем не отличаются. Они отличаются нашей работой с ними, нашим ментальным настроем. У нас есть несколько уровней работы с биологически активными точками. Есть физический уровень, есть эмоциональный уровень, есть психический уровень. И как выйти правильно на нужный нам уровень? Это возможно только нашим собственным настроем. Тем, что мы будем прорабатывать в данный момент времени именно этот уровень. То есть мы сначала формируем свое послание ментальное к биологически активной точке. Всем рекомендую называть биологически активные точки по имени. Название китайские в русской транскрипции Вы всегда можете посмотреть в нашем чудесном видопульсе в расширении рефлексотерапии. Кто еще не приобрел это расширение, соответственно, поищите тогда во всезнающем интернете. И ведущими точками на любом канале являются определенные точки. Это в первую очередь точки пяти элементов. Вы видите в таблице слайда. Соответственно, элементы идут от кончиков пальцев. На янских меридианах это последовательность одна. На инских меридианах это последовательность другая. Для янских меридианов последовательность всегда такая. Это металл, вода, дерево. Это первые три точки от кончика пальцев. В области локтя либо колена находится точка элемента земля. И, соответственно, между деревом и землей находится точка элемента огня. То есть, если вы обратите внимание на чередование элементов, то элементы идут всегда по кругу усин. То есть, металл рождает воду, вода рождает дерево, дерево рождает огонь, огонь рождает землю. Если вы не пользуетесь взаимодействием по усин, то достаточно смотреть просто табличку и выбирать необходимый элемент. Из вот этих пяти элементов важными являются точки элемент в элементе, седативная точка и тонизирующая точка. Для канала толстой кишки точкой элемент в элементе является точка металла. Помним, что сама толстая кишка – это элемент металла. То есть, биологическая активная точка, принадлежащая к элементу металла, это первая точка на канале толстой кишки. Седативная – это та точка, которая следует за элемент в элементе. И, соответственно, эта точка уменьшает энергетику, успокаивает энергетику в данной системе. В данном случае это точка GE2. Тонизирующая – это точка, которая по системе усин находится перед элементом в элементе. Это точка GE11 – земля. Но, так как мы видим схему усин в круговом варианте, а руки у нас, к сожалению или к счастью, находятся не по кругу, они линейные, поэтому есть определенный разрыв. То есть, элемент в элементе – это на кончиках пальцев находится, а тонизирующая точка находится в области локтя. Кроме вот этих стандартных основных пяти точек, важными является точка щель, противоболевая – это точка GE7. Называют ее по-китайски венлю. Она показывает даже минимальное напряжение энергии в канале, либо ее блокировку. Самыми чувствительными к изменению энергетического потока является точка элемент в элементе и вот эта вот противоболевая точка. Когда у вас есть выбор по симптоматике между какими-то каналами, вы всегда можете посмотреть и найти у данного конкретного пациента, либо у себя, с какой системой в первую очередь связано нарушение. Находите и ищите точку элемент в элементе и противоболевую точку. Может быть такой вариант, что справа и слева быть различные ощущения. Блокада правого и левого канала может быть независимо друг от друга. То есть с правой стороны, например, энергия движется хорошо, с левой стороны энергия заблокирована. Значит, вам надо прорабатывать с акцентом именно левую сторону. Но про правую тоже не забывайте, потому что система симметричная и биологические активные точки, расположенные симметрично, помогают друг другу. На самом канале находится также точка Ло, точка G6, которая называется на китайском языке пианили. Эта точка перебрасывает избыток энергии в сопряженный по правилу инь-ян канал, то есть канал легкий, и связана она с точкой P9. Но данный переброс является не очень актуальным, потому что энергия очень быстро возвращается назад в канал толстой кишки. Более подробно я рассказывал об этих связи между меридианами в целой цепи вебинаров, посвященному работе с нашим расширением рефлексотерапии. Если у вас уже есть наше расширение, либо вы хотите более глубоко представлять взаимосвязь каналов между собой, то можете в любой момент приобрести эту цепочку из шести вебинаров, где мы рассказывали о взаимодействии между меридианами и о том, как правильно составлять рецепты посредством работы на нашем ведопульсе. В настоящий момент уже готовится новое расширение, связанное с этими алгоритмами. И есть еще две группы биологически активных точек, которые называются МО и ШУ точки, которые не всегда находятся на, собственно, каналах. В данном случае МО точка всегда расположена на передней поверхности туловища и для канала толстой кишки это точка Е25, то есть 25-я точка канала желудка. Все ШУ точки находятся на спине, на первой линии канала мочевого пузыря. Когда мы с вами дойдем до данной системы, мы будем разбирать каждую конкретную точку. Для канала толстой кишки точка ШУ это точка В25, дачан ШУ. Соответственно, МО и ШУ точки являются сегментарными точками для органа и влияют в первую очередь на органную патологию. Мы будем рассматривать сейчас ход канала. И у него есть внутренняя и наружная часть. На наружной части канала располагаются все биологически активные точки, а внутренняя часть канала связана с одноименным органом. Но в понятие орган включается не только физическая толстая кишка, как мы ее привыкли знать в европейской медицине, но и определенные эмоциональные и психические компоненты. Вот точки Е25 и В25 влияют непосредственно на орган толстая кишка физически, в эмоциональном варианте, в эмоциональном варианте и в психическом варианте. МО точки больше влияют на ИН компонент, ШУ точки влияют на ЯН компонент. Но чтобы задействовать вот этот уровень, всегда МО и ШУ точку используют вместе. Если есть связка Е25 и В25, эти точки будут работать как МО и ШУ. Если брать эти точки по отдельности, то они будут оказывать какое-то свое другое воздействие на орган человека. И сейчас мы с вами рассмотрим, где на теле располагаются все выше озвученные точки. Начнем мы с ШУ и МО точек. МО точку канала толстой кишки найти достаточно просто. Они располагаются сбоку от пупка. Посмотрите на наш рисуночек. На расстоянии в два ЦУНЯ в сторону от пупка. Как определить, соответственно, эти два ЦУНЯ? То есть два ЦУНЯ – это ширина сложенных вместе указательного, среднего и безымянного пальца. То есть вы сложите таким образом три своих пальчика. Еще раз повторяю. Указательный, средний и безымянный. И на это расстояние от пупка и будет находиться точка Е25. Вправо и влево от пупка. Соответственно, ШУ точку самому себе найти, конечно, сложнее. Особенно если у вас нет опыта работы с позвоночником. Для начала поищите у своих близких и знакомых. Она располагается на спине на расстоянии полтора ЦУНЯ от задней срединной линии между четвертым и пятым поясничным позвонком. Напоминаю вам, что поясничный отдел состоит из пяти позвонков. То есть это последний и предпоследний позвонок, находящийся сразу над крестцом. Полтора ЦУНЯ – это ширина ваших двух пальцев. Указательного и среднего. Соответственно, когда вы ищете эту точку у пациента, либо экспериментируете по нахождению точек с родными, обращайте внимание, потому что ширина ваших собственных пальцев и пальцев того, у кого вы ищете, может быть различна. И следующие точки мы рассмотрим, которые уже располагаются, собственно, на самом канале толстой кишки. И начнем по очереди. Первая точка – это точка Шан-Ян, элемент металла. Для толстой кишки это элемент в элементе. Она расположена на указательном пальце, на стороне, которая ближе к большому пальчику. Для этого, вот посмотрите, такое есть увеличение. Сказана область ногтей. Проводим линию по основанию ногтя и, соответственно, по боковой поверхности ногтя. И то место, где соединяются эти две условных линии, и будет местом нахождения нашей биологически активной точки. На концевые точки, расположенные рядом с ногтем, удобнее всего оказывать воздействие надавливания своим собственным ногтем. Посмотрите на это место у себя и просто понадавливаете ногтем. В эпицентре точки вы почувствуете такую интенсивную болезненность. То есть, концевые точки при надавливании ногтем, они всегда болезненные. Если у вас вообще там болезненности нету, это говорит о том, что в данной системе очень мало энергии в настоящий момент времени. То есть, либо это связано с вообще гипофункцией данной системы, либо по времени, по биоритмологии, данная система отдыхает в настоящий момент времени. Следующая точка, вторая. Называется она Эрдзян. Относится к элементу вода. Для канала является седативной точкой. Для ее нахождения мы сжимаем руку в кулак. И, соответственно, сильно сжимать не надо, просто руку в кулак сложите. И там, где заканчивается третья фаланга, то есть, не совсем заканчивается, а вот вы увидите такую косточку выступающую. Мужчины, занимающие боевыми искусствами, еще специально набивают. В месте перехода тела кости в головку кости и будет находиться эта точка. Следующая точка уже находится не на наших пальчиках, а на области тылокиси. Опять же, мы обращаем внимание вот на эту выпирающую часть. И, где заканчивается, там и находится биологическая активная точка. Это третья точка. Называется она сянзян. Относится к элементу дерева. Четвертая точка находится на запястье. Это очень часто используемая точка Хэ Гу. Она относится также к элементу дерева, но одновременно является точкой Юань. То есть, все точки Юань связаны с нашей врожденной энергией. И это очень мощная точка. Ее, в принципе, найти легко. Вот просто пропальпируйте, ставливайте на косточку запястья, которая идет сразу после указательного пальчика. И примерно где-то в середине этой кости вы почувствуете небольшую шероховатость либо углубление. То есть, ориентир середины этой кости, но у каждого конкретного человека это может быть и не совсем середина. То есть, основной акцент вот на это ощущение небольшого углубления либо шероховатости. Либо другой вариант. Не надавливая указательным либо средним пальцем, подушечкой, легонечко вводите по проекции второй пясной кости. И ощущая, и в каком-то моменте времени вы будете ощущать эффект залипания. То как будто вот ваш пальчик немного притормаживается, как бы прилипает. Вот этот эффект, он находится над эпицентром точки Хэгу. Хэгу очень мощная точка и на ней всегда есть этот эффект залипания. Этот эффект присутствует, в принципе, над любой биологически активной точкой, но распознать на других точках этот эффект сложнее. После того, как вы четко научите улавливать этот эффект на точке Хэгу, то же самое вы сможете проделать с любой другой биологически активной точкой. Следующая точка, пятая, называется Ян-Си. Анатомия относится к элементу огонь. Эта точка находится в анатомической табакерке. Не все из вас, конечно, знают анатомию, и вам это может не очень дать пояснение, где же это находится. Для этого вы отводите большой палец вверх и видите, что вот сухожилия, идущие от большого пальца при отведении, образуют вот такое углубление. В этом максимальном эпицентре этого углубления и находится точка. Почему она называется анатомическая табакерка? Во-первых, это углубление, а во-вторых, когда в средние века в Европе нюхали табак, то как раз отводили большой палец и насыпали вот в это естественное углубление небольшую дозу табака. И как раз это было, ну, индивидуально тот объем, который может вдохнуть, ну вот, нюхать или табака. То есть, соответственно, анатомическое название закрепилось с тех времен. Ну, конечно, китайцы так и не делали. Это анатомическое образование имеет европейское происхождение, но достаточно понятно для нахождения данной биологически активной точки. И дальше мы перескочим сразу на одиннадцатую точку. После нахождения одиннадцатой точки мы вернемся к шестой и седьмой. Одиннадцатая точка называется цюйчи. Относится к элементу земля, и для канала она обладает тонизирующим действием. Соответственно, для ее нахождения вам надо видеть свой локтевой сустав. Эта точка находится с наружной стороны. Вы согните свою руку в локтевом суставе таким образом, чтобы ладонь смотрела вверх. И на стороне большого пальца будет искомая точка. Какие ориентиры вам необходимы для нахождения этой точки? Вы смотрите на локтевой сустав, и при согнутом локте видите конец локтевой складки. Это один ориентир. Потом от конца локтевой складки как бы спускаетесь наружу, и чувствуете, там есть выпирающая такая выпирающая косточка. Ну, по латыни называется это латеральный мышелок. Ну, это просто выпирающая косточка. Найти ее достаточно легко. И вот середина расстояния между этой косточкой и концом складкой и будет необходимая нам точка цюйчи. Она находится достаточно глубоко. То есть вот точки в области локтя и в области колена точки категории ШУ-5 необходимо надавливать и стараться придавить либо к мышцам, либо к костям. Но все зависит от телосложения конкретного человека. Все поищите у себя эту точку. Она нам сейчас понадобится для нахождения шестой и седьмой точки. Соответственно, шестая и седьмая точки они находятся на линии, соединяющей между собой пятую точку Янси и одиннадцатую точку цюйчи. То есть вспоминаем нашу анатомическую табакерку и эту точку. Условно проводим между ними линию. Ну, для цели изучения можете взять линеечку и прям нарисовать эту линию. И делим эту линию на 12 равномерных отрезков. И мы получаем так называемый индивидуальный цунь для руки. Соответственно, шестая точка Пянь-Ли точка Ло находится на три цуня от точки пятой. Либо, если не хотите делить на 12 частей, хотя для следующей точки вам это придется сделать, вы можете посчитать просто одну четвертую расстояние между пятой и одиннадцатой точкой. И следующая важная точка это как раз точка щель. Седьмая точка Вен-Лю. Она находится на пять пропорциональных отрезков от пятой точки. Если вам больше нравится считать от локтя, то от локтя будет соответственно семь пропорциональных отрезков. То есть здесь надо очень внимательно найти и понадавливать биологически активную точку. Именно седьмая точка и показывает застойные явления и блокаду движения энергии в канале толстой кишки. вот это основные самые главные самые часто используемые в рефлексотерапии в точечном массаже и либо каких-нибудь других воздействий точки. Соответственно напоминаю вам связи канала толстой кишки. Сам канал относится к элементу металл и связан по принципу инь-ян с легкими. кишки. Канал каналы легких и толстой кишки между собой связаны через точку ЛО. Для канала толстой кишки это G6. Она перебрасывает энергию в точку ЮАН канала легких P9. А из канала легких возможен переброс энергии через точку P7. Это точка ЛО канала легких и энергия из нее идет в точку ЮАН четвертую точку точку Хэгу. Также по аюрведической медицине канал толстой кишки относится к категории ВАТА вместе с каналом легких. Связи муж с жена основанные на пульсовой диагностике то есть контролирует состояние толстой кишки канал тонкой кишки и соответственно гипофункция кишечника толстого может возникать за счет различных аллергических проявлений на пищевые продукты. За аллергические проявления на пищевые продукты как раз отвечает канал тонкой кишки и проработка этого канала и уменьшение энергии в нем может высвободить нормальный ход энергии в канале толстой кишки. меридиан соответственно кроме главного меридиана где располагаются все биологически активные точки есть еще сухожильно-мышечный меридиан для каждой энергетической системы. частично сухожильно-мышечный меридиан повторяет движение главного меридиана но есть еще дополнительные зоны на которых собственно нету биологически активных точек данной системы. так на данном слайде мы видим что сухожильно-мышечный меридиан толстой кишки идет от указательного пальца через запястье локтевой сустав плечевой сустав по шее мимо угла нижней челюсти и подходит к крылу носа. Вот в области носа разные китайские школы допускают разночтение и они связаны как с ходом главного меридиана то есть там где все точки так и сухожильно-мышечного меридиана. Разночтение заключается в следующем моменте. Одни говорят что канал главный и сухожильно-мышечный заканчивается на крыле носа с той же стороны где начинается другие авторы указывают что есть перекрест и меридиан заканчивается на другой стороне то есть проходит под носом и переходит на другую сторону. я принадлежу школе которая считает что имеется этот перекрест также сухожильно-мышечный меридиан дает вверх по голове веточку которая огибает голову и идет к нижней челюсти противоположной стороны также есть большая зона на спине связанная с функцией толстой кишки и с работой плечевого сустава она выглядит в форме вот такого треугольника именно в этой области находятся мышечные болезненные уплотнения либо зоны кожной гиперэстезии то есть такое бывает состояние простуде либо если у кого-то был плечелопаточный периартик соответственно плечом двигать было очень неприятно болезненно и было ограничение движения то именно вот в этой области есть болевые и участки мышечного напряжения соответственно эти участки они зависят от точек на канале толстой кишки также у канала есть внутренний ход и внутренний ход для канала толстой кишки начинается двумя веточками одна веточка которая связывает с одноименным органом начинается в надключичной области идет внутри соединяясь с легкими проникает диафрагму и заканчивается непосредственно у толстой кишки анатомической другая ветвь идет к задне срединному меридиану к его 14 точке находящейся под остистым отростком седьмого шейного позвонка то есть это самая выступающая точка в области шеи и из этого места идет другая ветвь которая идет параллельно наружному ходу канала желудка опускается вниз на ноги и соединяется с каналом желудка в области ниже 36 точки дзюсанли скоро мы будем изучать этот канал и вы узнаете где находится конкретно эта точка для первого приближения она находится под коленом и мы помним что у нас есть связь янмин где как раз толстая кишка соединена с каналом желудка и вот это вот дополнительная ветвь которая описывается не во всех даже китайских источниках она дублирует и поддерживает вот эту свет на уровне янмин ну это уже такие глубокие нюансы рефлексотерапии просто примите что эта связь работает связь желудок толстая кишка это начало и завершение нашего всего пищеварения и соответственно это все влияет в первую очередь на пищеварение также есть определенные проекционные зоны известные в академической медицине как зоны захарина геда зоной захарина геда для толстой кишки является область над пупком то есть на данной схеме вы видите как бы половинку этой зоны то есть это такой круглый шарик размером с ваш кулак расположенный над пупком также смотрим проекционные зоны на лице часть этих зон известна широко часть идет из древнекитайского искусства Минсян и расположение проекции земных ветвей которые связаны непосредственно с энергетической составляющей данной системы наиболее известной проекцией это проекция толстой кишки на область лба некоторые школы вот как на этом рисунке проецируют начало и конец толстой кишки в верхней части то есть это на самом деле угол роста волос то есть где линия роста волос образует определенный уголок либо такой выступ другие школы переворачивают толстую кишку так как она находится в нашем организме то есть вверху по линии роста волос идет прямая часть а начало и конец расположены ближе к вискам соответственно если есть какие-то высыпания родинки нарушения пигментации в области лба как бы по его периметру это связано непосредственно с толстой кишкой также толстая кишка отражает состояние нашей нижней губы если нижняя губа по объему больше верхней губы значительно выделяются хотя сейчас многие любят накачивать ботоксом свои губы но показано что даже накачка ботоксом оказывает влияние и на состояние толстой кишки так что я бы вам это не советовал делать выраженная толстая нижняя губа особенно по объему больше чем верхняя губа указывает на гипромоторную функцию толстой кишки и на склонность все видеть только в материальном свете для кого-то это желаемая часть для людей занимающихся самосовершенствованием это не есть хорошо так же как канал легких канал толстой кишки отражает состояние наших крыльев носа и различные сосудики на крыльях носа указывают на застойные явления одновременно как в легких так и в толстой кишке было замечено что если вы видите в основном венозные сосуды это больше застой в толстой кишке если видите сосуды артериальные то есть такие красноватого цвета то это большая нагрузка на легкие и есть зона разная для мужчин и для женщин соответственно перед наружным слуховым проходом есть большая зона справа она отвечает за работу толстой кишки у мужчин слева отвечает за работу толстой кишки у женщин вот это проекции зон на лицо с позицией традиционной китайской медицины и такого древнекитайского искусства как лицевая диагностика минсян и сейчас мы с вами переходим к практической части методики запуска нашей толстой кишки нашей энергетической системы напоминаю чтобы наша система энергетическая работала очень хорошо лучше предварительно запустить малый небесный круг то есть запустить заднесрединный и переднесрединный меридианы можно делать и отдельно каждый меридиан но соответственно если мы запустим малый небесный круг малый круг циркуляции энергии все наше последующее воздействие будет максимально подробно как запускать малый небесный круг я рассказывал в ведомарафоне напоминаю вам что здесь ключевыми являются точки для заднесрединного меридиана это точки IG3 для переднесрединного меридиана точка P7 и дальше прохлапываем проекцию данных меридианов сейчас непосредственно переходим к работе с каналом толстой кишки мы вспоминаем откуда начинается канал янские каналы у нас начинаются от неба то есть чтобы понять как движется энергетика нам надо встать в позицию Андреевского креста то есть мы встаем поднимаем руки вверх ноги немного расставлены соответственно ян это небо и это земля толстая кишка это янский меридиан об этом говорится в названии часть ян-мин соответственно ян должно по янскому меридиану идти к центру туловища в данном случае центром выступает область головы то есть мы легкое прохлопывание начинаем с указательного пальчика и идем по наружной стороне по проекции нашего канала к плечу проходим по прохлапываем по надключичной области далее легонечко хлопая переходим на шею переход на лицо осуществляется в области угла нижней челюсти далее двигаемся в направлении фильтрума то есть это область под носом над верхней губой переходим на другую сторону и заканчиваем легким похлопыванием по крылу носа хлопаем таким образом на пальчиках достаточно хлопать двумя тремя пальчиками другой руки и вот ту область которую мы хлопаем мы как бы передвигаемся на половину этой области на одном месте можно делать два-три хлопочка и таким образом движемся от указательного пальчика к области носа давайте давайте все разочек так прохлопаем хотя бы по одному месту делаем один хлопочек на пальце сам хлопок может быть и не слышен но когда вы переходите на кисть и соответственно на руку то хлопок вы должны слышать сами но при этом желательно чтобы на вас не было там кофты маечка тонкая рубашка вполне допустимо если температура вашего помещения позволяет хлопайте непосредственно по коже после того как вы прохлопали до крыла носа вы начинаете воздействовать на внутренний ход меридиана то есть делайте его проекцию вот над несколько раз похлопали над ключичную область и потом опускаетесь вниз к области соска и далее от соска как бы начинаете потихонечку опускаться вниз и приближаться к пупку и заканчиваете последние удары на одном уровне с пупком то есть по сути мы последние хлопочки делаем по точке Е25 которая находится сбоку от пупка после нашего вебинара вы можете повторить прохождение один либо два раза для закрепления эффекта воздействия на данную систему если есть проблемы непосредственно с функцией кишечника с дыхательной системой пищеварительной системой повышенное артериальное давление либо есть скованность позвоночника и болевые синдромы в первую очередь воротниковой зоне и в области локтевого и плечевого сустава эта методика прекрасно подходит если вам необходимо задействовать ось Ян-Мин то можно также от надключичной области осуществить прохлопывание по направлению к соску а дальше по линии идущей к колену и закончить на области под коленом с наружной стороны ноги то есть если вы сделаете такое прохлопывание то соединитесь с каналом желудка это может понадобиться когда у вас есть воспаление желудка либо изменение кислотности желудка и в завершение соответственно мы разберем какие биологически активные точки активны больше всего биоритмологически соответственно весь март месяц идет время активности канала толстой кишки китайский март он так скажем не совсем совпадает с европейским и идет продолжается март в Китае до 4 апреля до 4 апреля очень полезно прохлопывать а потом продавливать массировать точку G11 в области локтя также сам канал толстой кишки максимально активен 16 марта и 28 марта и в эти дни максимально активными становятся 16 марта первая точка это напоминаю вам точка соотносится с элементом металла и она является элемент в элементе и 28 марта становится активной точка G2 это точка Эрдзян элемент вода и она является седативной ну вот тут уже поступая поступил первый вопрос спрашивают про геморрой что это проблема тоже с этим каналом да вы совершенно правы это проблема с этим каналом ну на геморрой могут влиять и некоторые другие каналы это соответственно канал селезенки поджелудочной железы канал печени и канал мочевого пузыря в первую очередь вот эти системы но вы можете дифференцировать ну по крайней мере узнать в настоящий момент времени задействован ли именно для вас канал толстой кишки для этого вам надо просто понажимать на точку элемент в элементе и точку щель канала толстой кишки то есть это соответственно первая точка шаньян элемент в элементе и седьмая точка венлю это противоболевая точка и точка щель если они болезненные и неприятны хотя бы с одной стороны то этот канал участвует в вашем болезненном состоянии именно для геморроя то есть геморрой это изменение сосудов на сосуды в первую очередь влияют точки относящиеся с элементом вода и с элементом огонь и как раз 28 марта у нас активна точка Эрдзян вторая это точка элемента вода и это седативная точка для канала то есть до 28 марта потренируйтесь делать прохождение меридиана и именно 28 марта для вас очень благоприятное время для прохождения меридиана и проработки точки GE2 также не забудьте пропальпировать точку Янси элемент огонь и посмотреть ее состояние сейчас вы можете задавать свои вопросы пока вы их пишете я вам расскажу о наших ближайших планах соответственно следующий вебинар который вы можете посетить в марте он посвящен лицевой диагностике основам лицевой диагностики и мы будем разбирать систему Минсян как какие зоны на лице связаны с возрастными периодами с нашей удачей то есть разбирая меридианы мы акцентируемся больше так скажем на медицинских аспектах но искусство Минсян показывает какие области лица в каком возрасте как себя проявляют и с какими сферами жизни это связано также вы из вебинара узнаете свои возрастные точки и как можно влияя на возрастные точки на лице изменить свою энергетику стать более успешными ну и конечно более здоровыми то есть ссылочку на наш вебинар вы видите в чате а теперь я продолжу отвечать на ваши вопросы соответственно следующий вопрос ведолазер определяет глубокие точки каким образом соответственно вне зависимости от глубины локализации точки то есть чисто физически есть эпицентр биологически активной точки на кисти и пальцах это все достаточно не глубоко находится но если мы говорим о теле и соответственно ну хотя бы области даже локтевого либо плечевого сустава либо мест где накапливается выраженная жировая прослойка это область живота и ягодиц то соответственно в этом области мы не давим глубоко потому что в любом случае над эпицентром биологически активной точки есть другие энергетические структуры связанные с этой точкой это в первую очередь сухожильно мышечные меридианы и точка это так скажем достаточно объемное образование у ней есть эпицентр и есть вход в точку вход в точку по-китайски точка биологически активная называется сюэ наиболее часто перевод достаточно простой как биологический активная точка но на самом деле на китайском языке термин сюэ говорит о том что это пещера то есть у пещеры есть вход есть что-то в глубине вот эпицентр точки это то что в глубине пещеры а вход это кожная проекция и ведолазер определяет изменение электрокожного сопротивления именно именно в проекции то есть состояние кожных покровов и эпицентра точки они взаимосвязаны и следующий вопрос варикоз это тоже канал толстой кишки задействован так скажем да бывает в том числе и варикоз на ногах потому что варикозные изменения на нижних конечностях они идут от области малого таза и связаны с застойными явлениями и повышение внутрибрюшного давления а на внутрибрюшное давление влияет в первую очередь канал толстой кишки опять же все то же самое что я говорил про геморрой используем те же самые биологически активные точки но в дальнейшем когда вы изучите ход каналов на ногах вам надо будет еще дополнительно посмотреть ход канала непосредственно в месте измененных вен на этом больше я ваших вопросов не вижу прощаюсь вас с вами до следующих вебинаров жду ваших отзывов всего доброго спасибо большое Сергей Викторович дорогие друзья вас благодарен за внимание за то что вы прошли сложную систему захода сегодня это временно мы уже работаем над тем что у нас появится скоро новая площадка напоминаю что запись на вебинар Сергея Викторовича открыта завтра будет последний день когда вы сможете записаться на платный вебинар со скидкой поэтому активизируйтесь мы вас очень ждем всем спасибо и до свидания спасибо спасибо спасибо